Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 июня, по празднству Вознесения Господня, Православная Церковь совершает память мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана. Святой Фронтасий, Северин, Севериан и Силан были отправлены первым петрогорийским епископам-фронтонам проповедовать Слово Божие. Во время проповеди их схватил и гемон Скверидон и допрашивал. «Скажите мне, откуда вы и какими именами называетесь? Ибо вы не только не принесли жертв богам, но отклонили от этого многих других и разрушили даже храмы богов. Скажите же, какую властью вы делаете так?» Они отвечали ему, «Зачем ты допрашиваешь нас и гемон, будучи чужд божественной добродетели? Уже не стремишься ли ты уничтожить правое дело? Тогда прежде чем приступить к исполнению намерения своего, рассуди, «Кто сотворил твою душу и тело? Ведь языческие идолы – изделия человеческих рук и не могут ни себе принести пользы, ни иным помогать, тем более творить что-либо. Я вижу, сказал Скверидон, что вы дерзкие и многоречивые, наученные всякому пустословию от вашего учителя. Наши слова исполнены истинно, отвечали Северин и Севериан. Ты же почитаешь идолов, которые, суть камни, поставлены демонами. Они глухие, немы и пустые. Оставьте свои рассуждения, прервал их Скверидон. Если хотите остаться в живых, принесите жертву богам. Наше приобретение заключается в том, отвечал Франтасий, дабы жить и умереть за Христа. После того Егемен обратился к Силану, умевшему играть на гуслях, благозвучных кимвалах и лирах, и спросил его, «А ты, юноша, почему не приносишь жертву богам?» «Я приготовился, – ответил святой Силан, – принести себя в жертву Господу моему Иисусу Христу, который благодатью крещения омыл мир от греховной скверны». «Каким образом омыл?» – спросил Егема. Силан отвечал. «Господь мой Иисус Христос сказал своим ученикам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». «Таким образом, и ты, и Гемон, если уверуешь во Христа и крестишься, будешь спасен, если же не уверуешь, осужден будешь». Разгневавшись, Игемон приказал вывести их на место казни за город и подвергнуть жесточайшим мучениям. При этом мучители вонзили в головы мучеников железные гвозди по подобию тернового венца Спасителя нашего и пригвоздили их к столбу. В голове каждого было по девяти гвоздей. Но жестокая ярость мучителей не могла отвратить от Христа его воинов. После того, как Игемон не мог препобедить святых означенными мучениями, он сделал относительно их последнее решение, повелел отсечь им головы. Тогда святые мученики, преклонив на землю свои колени и препоручив Богу свои души, представили выи палачам и восприяли мученическую кончину за исповедание имени Христова. Нечестивые воины, усекнувшие главы мучеников, бросили их тела для поругания на землю, оставив честные останки без погребения. Но божественная сила совершила при этом следующее чудо. Тела святых при внезапном наитии на них святаго духа ожили, и каждая, взявшая в руки лежавшую поблизости свою голову, без всякой человеческой помощи, встала на свои ноги, и таким образом пришло к реке, называемой Ил. Вступив здесь на воды, ожившие тела мучеников шли по ним, как бы по сухой земле. Перейдя затем реку, на виду у многих в изумление наблюдавших чудо, они взошли на высокий холм. Тут они дошли до церкви при чистой Богоматери Девы Марии, в которой молился святой епископ Фронтон. Святые мученики вошли внутрь церкви и, преклонив колено, сложили свои головы пред ногами епископа, а телеса свои крестообразно распростерли на земле. И они снова стали мертвыми. Тогда святой епископ Фронтон с пресвитером Анианом и при участии многочисленного народа с почетом и песнопениями предал погребению в вышеозначенном храме Фронтасия, Северина и Силана. Севериана же, по просьбе некой благоговейной женщины, он с почетом похоронил в другом месте, находившемся в ее владениях, неподалеку от святых сострадальцев его. Святые мученики пострадали в царствовании римского императора Клавдия, прославив своими делами и твердым исповеданием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом честь и слава вовеки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешножского, священомученика Конкордия, римлянина Пресвитера, священомученика Астия епископа Дирахийского, преподобного Зосимы епископа Вавилона Египетского, священомученика Георгия Богича Пресвитера, священомученика Ионикия митрополита Черногорска Приморского, священомученика Петра Беляева Пресвитера, празднуется обретение мощей священомученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!